Здравствуйте! Меня зовут Ирина Сафронова. Я двукратная чемпионка мира по рогейну. Сейчас я вам расскажу, как лучше всего тренироваться. У рогейна есть три составляющие основные. Это скорость вашего передвижения, это навыки ориентирования и планирования. Самое простое тренировать скорость передвижения. Но, собственно говоря, так как у всех практически рогейна, это не основной вид деятельности, есть еще семья, работа и времени мало, лучше совмещать. Самое оптимальное, это можно совместить навыки ориентирования и физическую подготовку. Бегать, спортивное ориентирование. И с точки зрения техники бега, с точки зрения скорости передвижения, это даст наибольший эффект, потому что в рогейне вам очень часто встречаются те же условия, что и в ориентировании. Бег по тропинкам, по каким-то очень маленьким корявым местам, корешкам, бег по азимуту, через завалы, через ветки, через лес. Все это вы встречаете в рогейне, все это вы встречаете в ориентировании и совершенно точно вы не встретите ни на асфальте, не встретите на дорожке в каком-нибудь облагоустроенном парке. Поэтому, если времени мало, обязательно ездите на тренировочные старты по ориентированию. С точки зрения планирования. Тут достаточно сложно подготовиться. Единственное, что можно посоветовать, это после рогейна, который вы бегали, обязательно проводить работу над ошибками, смотреть карту, думать, какие еще варианты планировки вы могли бы использовать, смотреть, как это сделали лидеры и другие команды. Если вы в рогейнах бегаете очень редко, вы можете даже не свой старт, взять любой старт группы «Золотой маршрут», которые выкладывают и пути участников, и карты, все это открыть, посмотреть, сначала спланировать свой вариант, потом сравнить его с вариантами участников. И таким образом, раз за разом, вы будете делать быстрее, лучше и, скажем так, набьете руку. Вот, собственно, вот эти три основы – планирование, ориентирование и ваша физическая подготовка. И есть составляющие успеха в рогейне.